Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 22, МЧ-30. В последнее время, мне кажется, он меня ненавидит. Смотрит на картинки девушек в интернете, и при этом постоянно мне говорится о том, что у меня по сравнению с ним, с ними что-то нету. Каждый день обидные шутки. Часто доводит до слёз. А просьба уступить в компьютер, чтобы поработать, когда он смотрит фильмы, и начинает говорить, что я выношу мозг, когда я приделал за час у необходимости работы, что в это время я его занимаю. После таких шуток начинает заманывать мне руки, но не бьёт и игнорует, чтобы помочь отказать. Говорит, что я сам от этого справлюсь, при этом я ему много помогаю, когда он просит о помощи. Само по себе я очень тихо и спокойный, никогда не ору, всегда пытаюсь говорить, но на мои попытки нет реакции. Касаемо внешности, я стройный, и внимание мужчин всегда ко мне есть, как можно спасти отношения. Ну, спасти отношения, вы подразумеваете, имеете в виду, наверное, то, чтобы мужчина, видимо, вас не ненавидел. Я полагаю, так. Спасти отношения, вы имеете в виду, чтобы человек перестал вести себя так, как он себя ведёт. то, как он ведёт себя сейчас, вас не устраивает. То, какой он сейчас, вас не устраивает. Понимаете? Так вот, и вопрос. Тогда. вы его принимаете? Таким, какой он есть? Или нет? Вот, что важно. Ведь, наверное, вы хотите, спасти отношения, потому что, вы его, любите, ну, любите, как мне кажется. Ну так, если вы его любите, то вы принимаете его таким. Или не принимаете его таким. Тут уже, конечно, вам решат. понимаете? Понимаете, да? Дальше. Следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Вы пишете, что в последнее время вам кажется, что молодой человек начал вас ненавить. Именно в последнее время. То есть, когда-то было по-другому. вот, хотелось бы увидеть, если было по-другому, то когда и что изменилось, в следующий момент, вы пишете, что вам кажется, что он вас ненавидит? мне хочется спросить. А вот, когда условно говоря, вы так говорите, вы это делаете, ну, как бы, опираясь на то, как раз, что он делает вот все то, что делает. Но разве это про ненависть? Такая вот интересная история. Я боюсь, что именно ненависть вы чувствуете сами к себе. Ну, вот, так вышло, что себя вы не любите. И вам потому совершенно спокойно может казаться, что он вас ненавидит. это механизм проекции. Ну, то, что человек делает, это не ненависть. Это скорее вот подавление вас. Да. не ненависть. К счастью, к сожалению. Не очень понятно, зачем отношения спасать. то есть, почему вы видите вот этот так, что отношения нужно спасать. То есть, брать натурально заставлять человека, допустим, что-то делать. а что если его устраивает так действовать по отношению к вам. Что если он не хочет по-другому. Понимаете? то есть, такая вот здесь история. То есть, на мой взгляд, спасать ничего не нужно. Нужно работать самооценкой, личными границами и тогда человек, на мой взгляд, потеряет возможность так себя вести. и тогда он либо примет вас такой, как вы, любящий себя, заботящийся о себе. Или нет, и вы останетесь. Сейчас это выглядит так, что вы боитесь его потерять. Боитесь автосадной. вот такая история. А на этом, в принципе, я бы сказал, можно мой ответ завершить. тему Я бы предложил вам изучить тему созависимости. Вот. И после этого обратиться к психологу, психологу. И начать с ним работу. на на этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Уда, позвольствует вам насчет. Най-то горябору. Абрасетис? 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 Абрасетис?